Здравствуйте, уважаемые слушатели! Представляем вашему вниманию конфигурацию строительства. Данное программное решение построено на платформе программы «Учет клиентов» и предназначено для автоматизации учета в строительных компаниях. Конфигурация строительства выполняет следующие функции. Введение базы данных заказчиков, учет строительных объектов, учет этапов работ по объектам, учет работ по этапам, а также затраченных материалов на работы, учет инструментов на объектах, поступление с писанием материалов, контроль состояния склада, формирование документов и отчетов, учет сотрудников и многое другое. Основные таблицы конфигурации представлены в главном окне программы во вкладках. Таблицы можно создавать самостоятельно. Они будут представлены в одноименном меню таблицы. Любую таблицу можно вывести в основные вкладки. Главная таблица конфигурации объекты выполняет функцию введения базы данных строительных объектов компании со всеми необходимыми данными по ним, такими как наименование, заказчик, адрес, сумма, бюджет, затраты, даты начала и окончания, статус и прибыль. У каждого строительного объекта может быть несколько этапов работ. Информация об этапах заносится в одноименную подчиненную таблицу «Этапы работ». Перейдем на отдельную вкладку «Этапы работы». У данной таблицы есть подчиненная таблица «Работы по этапу», в которую заносятся данные по выполненным или запланированным работам. А также таблица второго уровня расходованной материалы, куда заносятся данные по затраченным материалам на конкретную работу. После добавления записи в данную таблицу, материалы в указанном количестве автоматически списываются со склада. В таблицу «Поступление» заносится информация о приходе материалов от поставщиков. В подчиненную таблицу поступившие материалы – соответственно материалы, которые пришли от конкретного поставщика. В таблицах списания и вписанной материалы указываем материалы, которые необходимо списать со склада по причине порчи, брака или другой. Во вкладке «Состояние склада» хранится информация о фактуальном количестве материала. В таблице «Инструменты» фиксируются данные о строительных инструментах. Здесь можно указать дату покупки инструмента, наименование модель производителя, по какой цене был приобретен инструмент, а также на каком объекте данный инструмент сейчас находится. «Работа» – это справочник работ, который выполняет строительная компания. Также есть справочник материалы. В таблице «Сотрудники» ведется список всех сотрудников организации, а также настраивается доступ к сотрудникам базе данных. Также в базе данных хранятся такие справочники, как заказчики, поставщики и единицы измерения. При желании вы можете быстро создать другие справочники, необходимые для удобства работы с программой. Итак, рассмотрим на примере, как происходит процесс работы со строительными объектами. Добавим в таблицу «Объекты» новый объект. Укажем наименование объекта. Заказчика выберем из справочника «Заказчики». Укажем номер документа. В данном поле можно указать ссылку на документ. «Адрес». Такие поля, как «Сумма объекта», «Затраты», «Прибыль-план», «Прибыль-факт» высчитываются автоматически. Но для начала можно указать предварительную сумму объекта вручную. Укажем дату начала и окончания. Готово. В подчиненную таблицу «Этапы работ» добавим этап работ по данному объекту. Укажем тип работ. Дату договора. Статус. Так же, как и в таблице «Объекты», в данной таблице такие поля, как «Сумма объекта», «Прибыль-план», «Прибыль-факт», «Затраты» высчитываются автоматически после добавления записи в таблицу «Работа по этапу». Готово. Теперь перейдем на отдельную вкладку «Этапы работ» и добавим данные по работам и затраченным материалам на работу. Выберем необходимый этап. Из правочника выберем необходимую работу. Укажем количество метров квадратных. После этого сумма пересчитается. Укажем дату начала. Дату окончания. Готово. Теперь добавим материалы, которые будут затрачены на эту работу. Выберем дату расхода. Материал так же, как и работу. Выберем из правочника «Материалы». Укажем необходимое количество. Готово. Давайте добавим еще какой-нибудь материал. После того, как мы добавили данные в таблицу «Работа по этапу расходованной материалы», данные в таблице «Этапы работ» поля «Затраты» пересчитались автоматически. Давайте добавим новый инструмент в таблицу «Инструменты». Укажем наименование. Производителя. Дату покупки. Стоимость инструмента, по которой мы его приобрели. Выберем из правочника «Поставщика». Также укажем ответственного сотрудника, выбрав его из правочника «Сотрудники». И укажем, на каком объекте сейчас находится инструмент. Готово. Важно отметить, что в программе предусмотрена генерация отчетов на основе имеющихся в таблицах данных. В данной конфигурации уже содержится несколько стандартных отчетов. Давайте сгенерируем один из них. Например, расход по объектам за период. Данный отчет построен по таблице «Расходованные материалы». В фильтре мы указываем период, за который хотим посмотреть информацию. Сейчас указан февраль 2015 года. Вот так выглядит наш отчет. Для создания нового отчета нужно выбрать соответствующий пункт в меню «Отчеты» и «Добавить отчет». И заполнить все необходимые параметры. Если функциональность данной конфигурации не совсем вам подходит, мы можем указать услугу по доработке конфигурации по вашему техническому заданию. Если у вас после этого видео еще остались вопросы по программе, вы можете обратиться в нашу техническую поддержку по e-mail или телефону. Зайти в раздел «Часто задаваемых вопросов» на нашем сайте простойsoft.ru. А также посетить наш канал на YouTube. На этом все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...